Дорогие зрители, сегодня я продолжаю рубрику скандинавские руны, а именно норвежскую трактовку этих рун и руны на сегодня, руна урожая, так называемая яра. По-норвежски год ор как раз-таки происходит от руны яра, а в английском языке слово год ер также берет свои истоки от германской руны ера, то есть там эта руна произносилась немного иначе. Наша руна, руна урожая, награды, смены природных циклов связана с таким понятием, как времена года. Календарь викингов отражал природу, в которой они жили, а также рабочий год. Год делился на два длинных периода, лето и зиму, и возраст человека исчислялся по количеству зим, которые он прожил. Зима начиналась 14 октября, то, что как раз-таки недавно у нас происходило, была эта дата, и ее первый месяц был месяцем забоя скота. В этот день, 14 октября, викинги отмечали праздник зимнего жертвоприношения в честь богов Фрёй и Фрёя, богов плодородия. Осенний урожай находился в центре пиршества, и эта традиция почитания богов плодородия прошла сквозь многие века и перешла в предрождественскую традицию задабривания гнома, либо домового низа кашей. Само норвежское слово хёст, осень, происходит от древнескандинавского слова хаустер, что обозначало сбор урожая, инхёстинг. Мы семь весной, а осенью пожинаем плоды. Это цикл, которому мы следуем со времен происхождения земледелия примерно 12 тысяч лет назад, а то и более. С понятием урожая связано много пословиц, что посеешь, то и пожнёшь. До поры, до времени не сеют семени, и после плохого урожая надо сеять. Вся эта мудрость демонстрирует философское содержание руны Яра. Чтобы получить желаемое, нужно трудиться и быть терпеливыми. Если не получается, не бросать и пытаться снова. Природа живёт по своим законам, и их надо чтить. Награда придёт. Живут по законам природы, встают с криком петуха, ложатся спать с приходом темноты, работают физически, имеют контакт с землёй и выращивают урожай, который их кормит круглый год. А городской человек лишён этой энергии биоритмов, когда каждый день, будь то лето, осень, весна, зима, как день сурка. Человек встаёт в одно и то же время, ест одни и те же продукты и видит одни и те же бетонные джунгли, и голубой экран преследует его вплоть до постели. Такой стиль жизни не приносит ни физического, ни морального удовлетворения. Итак, чтобы прожить руну Яра, руну урожая, медленного прогресса, покоя, терпения и награды, что можно сделать, либо что следует сделать, либо можно попробовать. Первое. Организовать собственный распорядок дня для лета и зимы. Например, лето проводить активно, больше бодрствовать. Если же зимой организм требует спячки, то позволить это. Что позволяли наши предки давать организму зимний отдых и не перегружать его. Второе. Быть терпеливыми и уметь ждать. Третье. Сеять только светлые семена, без гнильцы, без негатива. Ведь именно из них потом пойдут растения, и заложенные в них намерения будут в сто крат сильнее. А разрушительная энергия может сажать нас самих, поэтому лучше все-таки сеять семена добра и света. И стараться окружать себя позитивными людьми и позитивными мыслями. Четвертое. Стараться есть сезонную еду. Например, иметь свой огород, который будет вас кормить. Ходить в лес за ягодами, грибами. Либо покупать сезонные локальные продукты в местном магазине. Посещать рынки, если они существуют. То есть находить альтернативы обычному супермаркету. И пятое. Быть благодарными. Как жизни, так и природе. Быть благодарными за то, что нам дана эта жизнь. Каждый день можно вечером писать. За что вы благодарны этому дню? Что хорошего случилось? Можно быть благодарными по-разному. Кто-то молится. Кто-то делает аффирмации. У каждого есть свои любимые способы. Можно также быть благодарными природе. За то, что она тоже позволяет нам сосуществовать вместе с нею в этом мире. Мы можем, например, помогать ей и кормить тех же самых птиц зимой. Либо создавать именно экологические огороды. И привлекать в них пчел, шмелей при помощи специальных растений. Либо отеля для насекомых. Есть куча сейчас альтернатив. Если нет возможности делать все то, что я перечислила. То можно, по крайней мере, хотя бы себя окружать сезонными вещами. Как это популярно? Например, с приходом нового сезона. Как-то по-особенному оформлять помещения. Например, осень пришла, больше осенних листьев. Например, гроздья, рябины и так далее. Зимой уже будет немножко другой декор. Хотя бы так. Тоже создавать хотя бы видимость того, как жили наши предки. И смену сезонов в нашем помещении, где мы проводим так много времени. Надеюсь, что вам видео было интересно. Спасибо за просмотр.